Одно из самых важных решений, принятых Маском в начале пути компании Tesla, заключалось в том, что компания должна сама производить ключевые комплектующие, а не собирать автомобиль из сотен компонентов от различных поставщиков. Вертикальная интеграция дала Tesla возможность контролировать качество, затраты, цепочки поставок. И свою судьбу в целом. Создать хороший автомобиль было важно. Но ещё важнее оказалось организовать производственные процессы и построить заводы, способные обеспечить массовое производство компонентов — от аккумуляторов до кузова. Как выяснилось на старте, ни одна из технологий, которые существовали на этапе прототипа, не годилась для серийного производства. Всё приходилось практически полностью переделывать. В начале пути компанию Tesla преследовал логистический кошмар. Элемент аккумуляторной батареи в начале пути стоил полтора доллара, но к тому времени, как готовый аккумулятор попадал в автомобиль заказчика, он успевал объехать весь мир. В итоге стоимость батареи вырастала до 15 тысяч долларов. И, наконец, не существовало даже перечня материалов и компонентов, из которых должен производиться автомобиль. Когда в определенный момент роста компании на посту гендиректора Мартина Эберхарда сменил один из инвесторов Tesla Майкл Маркс, стратегия вертикальной интеграции производства была его идеей. Однако неготовность Маска предоставить Майклу Марксу хоть какую-то свободу в принятии решений свела на нет и это сотрудничество. К тому же дружелюбный по природе Маркс с трудом переносил манеру Маска общаться с людьми. Илон не очень приятный человек и плохо относился к людям. Говорит Майкл Маркс, который был потрясен тем, что Маск не читал большинство романов своей первой жены, писательницы Джастин. Люди не хотят говорить ему правду, потому что он их запугивает. Он может быть очень задиристым и жестоким, я до сих пор размышляю, может ли то, что он называет синдромом Аспергера, объяснить или оправдать некоторые его поступки. Может быть, в некоторых случаях, когда речь идет об управлении компании, где миссия важнее индивидуальных особенностей, такое отношение даже полезно. Но Маск, вероятно, находится где-то в аутистическом спектре, поэтому я думаю, что у него просто нет связи с людьми. В итоге, к концу 2008-го Маск сам занял пост гендиректора Тесла. «Желание быть другом для всех приводит к тому, что вы слишком много заботитесь об эмоциях человека, сидящего перед вами, вместо того, чтобы заботиться об успехе всего предприятия», — сказал он Майклу Марксу. «Из-за такого подхода может пострадать гораздо больше людей». Все трудности, как с Тесла, так и со SpaceX, Маск переживал, не пытаясь прибегнуть к чьей-либо помощи или поддержке. Точно так же, ничего не выпуская наружу, Маск пережил в 2002-м смерть своего первого новорожденного сына. В тяжелом 2008-м, на фоне всех неприятностей с бизнесом, Маск находился, к тому же в процессе развода с первой женой Джастин Уилсон. Главное, чего ей не хватало в нем, это сочувствие. Именно отсутствие сопереживания всегда заставляло Джастин задумываться. Но Маск продолжал воспринимать чувства как нечто, продуцируемое мозгом. Благодаря высокому интеллекту он научился быть очень проницательным, однако его эмоции оставались закрытыми. И все же, несмотря на близость к банкротству 2008 года, Tesla смогла выстоять. Получив в мае 2009-го 50 миллионов долларов инвестиций от концерна «Дамблер», а затем кредит 465 миллионов от Министерства энергетики США, Маск смог заняться выпуском Model S — серийного четырехдверного седана стоимостью 60 тысяч долларов. Model S стала первым автомобилем, к которому инженеры смогли относиться как к программному, а не аппаратному обеспечению. «Мы были поражены тем, что можем добавлять новые функции, включая ускорение уже купленным автомобилям, делая их с годами даже лучше, чем они были при покупке», — говорит Маск. Следующая Tesla Model 3 в июле 2018 года всё же преодолела запланированную Маском отметку выпуска 5000 автомобилей в неделю и стала самым продаваемым автомобилем в мире. А в 2019-м Tesla анонсировала электрический пикап «Сайбертрак». И вот совсем недавно Tesla стала полноценно продавать свой пикап. Правда, самую бюджетную версию начнут доставлять покупателям только в 2025 году. Это автомобиль с задним приводом, цены начинаются от 61 тысячи долларов. Tesla обещает, что полного заряда пикапа хватит примерно на 400 километров. Две другие версии покупатели получат в 2024 году. Это полноприводные автомобили с двумя и тремя электродвигателями. Они стоят 80 и 100 тысяч долларов. Заряда хватит примерно на 550 и 515 километров соответственно. Полноприводная версия с двумя электродвигателями может разгоняться до 100 километров в час за 4,1 секунды при максимальной скорости около 180 километров в час. Мощность — 600 лошадиных сил. Автомобиль может буксировать до 5 тонн. Топовая версия получила название «Киберзверь». Это автомобиль с тремя электродвигателями, который может разгоняться до 100 километров в час за 2,6 секунды. Максимальная скорость — примерно 210 километров в час. Мощность — 845 лошадиных сил. На презентации показали видео, как «Киберзверь» во время короткой гонки обогнал «Порше 911», при этом буксируя ещё один «Порше 911». По умолчанию машина будет серого цвета. Но за шесть с половиной тысяч долларов покупатели могут покрыть её белой или чёрной плёнкой. Среди других опций — палатка в кузове за 3000 долларов и коврики в салон за 300 баксов. За 55 долларов можно купить наклейку, которая имитирует трещину в стекле. Это отсылка к презентации 2019 года. Тогда Илон Маск утверждал, что автомобиль выдерживает обстрел из пистолета калибра 9 миллиметров, но когда в стекло бросили металлический шар, оно треснуло. Все автомобили получат новую двунаправленную зарядку. Она позволит заряжать от машины электроинструменты или целый дом, используя «Кибертрак» как генератор. Также от одной машины можно зарядить другую. Автомобиль выдерживает выстрелы из оружия мелкого калибра. На мероприятии показали, как «Кибертрак» обстреляли из пистолета пулемёта Томпсона и пули не смогли пробить корпус. Так как «Кибертрак» уже начали поставлять покупателям, стали появляться его обзоры. Например, в одном из них показывают, как открыть двери «Кибертрака». Это кажется проблемой, у автомобиля нет привычных ручек и при открытии на двери остаются отпечатки пальцев. Однако, несмотря на критику, путь от прототипа в 2019 году до серийного автомобиля в 2023, это действительно впечатляет. В процессе всего этого компания прошла через кризис сверхавтоматизации и пережила настоящий производственный ад. Маск и его команда обнаруживали всё новые задержки в процессе роботизированного производства и понимали, что многие операции в исполнении человека совершаются дешевле и быстрее. «Чрезмерная автоматизация была ошибкой. Моей ошибкой». Люди недооценены, впоследствии признавался Илон. И всё же он не жалеет людей и не считает это недостатком. Он не стесняется в выражениях и не испытывает угрызений совести, увольняя сотрудников. Весьма показательными стали увольнения в Твиттер. Маск обнаружил, что в Тесла над программным обеспечением работает в несколько раз меньше разработчиков и, без сожаления, расстался с лишними. Затем велел выявить нелояльных сотрудников в других подразделениях, которых постигла та же участь. Наконец, запретил удалённую работу. В итоге Твиттер покинули более 80% сотрудников, часть из которых ушла по собственному желанию. Обладая невероятной способностью привлекать таланты и открывать в людях возможности, о которых они сами порой не подозревают, Маск воспринимает людей лишь составляющей своей огромной системы. Илон не такой уж придурок, хотя иногда говорит совершенно идиотские вещи. Просто он думает не о том, как влияют на людей его слова, а исключительно о своей миссии. Безусловно, он разбирается в людях как в объектах для исследования. Говорит Гвин Шотвелл, президент ИСЕО SpaceX, который работает с Илоном более 20 лет и является едва ли не единственным СЕО, с которым Маск готов делить власть. Для своих сотрудников Илон сформулировал алгоритм и правила, которые из него следуют. Я превратился в заезженную пластинку, но всё же думаю, что алгоритм полезен. Говорит Маск. Алгоритм выглядит так. Первое. Ставьте под сомнение каждое требование. Найдите живого человека, который его сформулировал, и поставьте под сомнение его требования, каким бы умным он ни был. Поступайте так всегда, даже если требование исходит от меня. И делайте требования менее глупыми. Второе. Удалите все возможные части и процессы. Скорее всего, потом их придётся частично вернуть. Если не удастся вернуть хотя бы 10%, значит вы удалили недостаточно. Третье. Упрощайте и оптимизируйте. Этот шаг должен следовать за вторым. Большая ошибка – оптимизировать детали или процессы, которые в принципе не нужны. Четвёртое. Ускоряйте. Любой процесс можно ускорить. Но делать это нужно только после выполнения первых трёх шагов. Пятое. Автоматизируйте. Это самое последнее. Убедитесь, что все требования поставлены под сомнение, лишние детали и процессы удалены, а ошибки исправлены. А вот как звучат правила, которые вытекают из этого алгоритма. Все менеджеры должны обладать практическим опытом. Иначе они подобны командиру кавалерии, который не умеет ездить верхом, или генералу, который не владеет шпагой. Дружба на работе опасна. Её надо избегать. Из-за неё коллегам трудно спорить и не хочется подставлять приятеля под удар. Ошибаться нормально. А ошибаться из-за самоуверенности – нет. Нельзя просить подчинённых выполнять то, чего вы сами не хотите делать. Нужно искать людей с правильным отношением к делу. Навыка можно научить, а изменение отношения требует пересадки мозга. Маниакальное чувство срочности – главный принцип работы. Правило – это то, что диктуется законами физики. Всё остальное – рекомендации. В последнее десятилетие Маск всерьёз озабочен опасностью, которую несёт существованию человечества беспечное отношение к развитию искусственного интеллекта. Чат-боты и другие системы ИИ, особенно в руках Майкрософта и Гугл, могут подвергнуться политической обработке, стать пропагандистскими инструментами и создать реальную угрозу, считает Маск. Илон вместе с предпринимателем Сэмом Альтманом стал в 2015-м соучредителем OpenAI – некоммерческой лаборатории по исследованию искусственного интеллекта и инвестировал в неё 100 миллионов долларов. «Мы хотели иметь что-то вроде Linux-версии искусственного интеллекта, которая не контролировалась бы одним человеком или корпорацией», – говорит Маск. «Нашей целью было повышение вероятности безопасного развития ИИ, полезного для человечества». Идея выравнивания ИИ, которую подробно обсуждали Маск и Альтман, заключается в том, чтобы искусственный интеллект соответствовал ценностям и целям человечества, подобно тому, как в романах любимого Маском Айзека Азимова «роботы не должны вредить людям». По мнению Маска, один из способов обеспечить безопасность ИИ – это тесная привязка ботов к человеку. Боты должны стать продолжением воли конкретных людей, а не системами, которые могут выйти из-под контроля и сформировать собственное намерение. Эта мысль стала одним из обоснований создания Neuralink – компанией, основанной Маском для производства чипов, позволяющих подключать мозг человека к компьютеру. Кроме того, Маск пришёл к выводу, что для успешного развития ИИ нужно предоставить ботам доступ к максимальному количеству реальных данных, на которых они смогут учиться. И золотая жила здесь – это Тесла, которая ежедневно собирает миллионы кадров видеозаписей действий водителей в различных ситуациях. Ещё один кладезь данных, как позже понял Маск, это Твиттер, который в 2023 году обрабатывает более 500 миллионов сообщений в день. На фоне разногласий в отношении ИИ, Илон Маск даже прекратил дружбу со основателем Google Ларри Пейджем, переманив в OpenAI инженера-исследователя Google Илью Суцкевера. «Ларри был очень зол на меня за то, что я лично нанял Илью, и больше не хотел со мной разговаривать», – рассказывает Маск. «А я сказал, Ларри, если бы ты не относился к безопасности ИИ так легкомысленно, то нам не пришлось бы противодействовать». Всевозрастающий интерес Илона Маска к ИИ реализовался в запуске ещё нескольких смежных проектов. С 2021 года Маск работает над роботом-гуманоидом Optimus, ранняя версия которого была представлена в сентябре 2022-го. «Роботы-гуманоиды способны раскупорить экономику до квази-бесконечного уровня», – считает Маск, поскольку возьмут на себя работу, которую люди считают опасной или скучной. Ещё один проект – суперкомпьютер «Доджо», который обрабатывает миллионы видеозаписей Тесла для обучения нейросети, имитирующей человеческий мозг. Кроме того, мысли о искусственном интеллекте до сих пор подпитывают одержимость Маска идеей сделать автомобили Тесла полностью самоуправляемыми. Поначалу все эти проекты были достаточно независимыми, но в итоге Маск собрал их вместе, основав летом 2023 года компанию X.AI для создания искусственного интеллекта общего назначения. Илон Маск, безусловно, заслуживает звания одного из самых неординарных, сложных и умных людей на планете. Стресс, дедлайны и душевная драма сопутствуют ему постоянно. Он абсолютно не умеет сидеть сложа руки, и это касается всех сфер его жизни, включая личную. Кроме того, в последнее время Маска забочим проблемой рождаемости. «Демографический коллапс из-за низкого уровня рождаемости представляет куда больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление», — сказал Маск в 1922 году. Людям стоит интенсивнее размножаться. У самого Маска родились уже 11 детей. Первый сын Александра Невада с канадской писательницей Джастин Уилсон, который умер в 2002-м, а затем ещё пятеро детей с ней — двойняшки Гриффин и Ксавьер, и тройняшки Кай, Дэмиэн и Саксон. Ещё пятеро детей у Маска появились в последние три года. Мальчик по имени Икс и девочка, которую зовут Уай, с Граймс, близнецы Страйдер и Азур с Шивон Зиллис, и ещё один мальчик с Граймс — техномеханикус или просто Тау. «Изо всех сил стараюсь справиться с проблемой недостаточной численности населения», — написал Маск в Твиттер после рождения Страйдера и Азур. При этом одним из наиболее интригующих и малоизвестных проектов Илона Маска является его школа, названная Адастра, что в переводе с латыни означает «к звёздам». Основанная Маском для обучения своих детей и детей его соратников, эта школа представляет собой его видение идеального образования. Школа Адастра открылась в кампусе SpaceX в Хоторне в 2014 году, вскоре после того, как Маск забрал своих пятерых сыновей из школы Мирман для одарённых детей. Управлять новым учебным заведением он пригласил одного из учителей Мирман Джошуа Дана. В первый год работы Адастра дети Маска — близнецы 2004 года рождения и тройняшки 2006 года рождения — составляли более половины ученического состава, остальные дети были из семей сотрудников SpaceX. Позже Адастра немного расширилась. К концу 2018 года там получали образование более 30 учеников в возрасте от 7 до 14 лет, включая детей Маска. В этой школе изучают естественные науки, математику, робототехнику и искусственный интеллект. А вот на изучение иностранных языков времени не тратят, ведь, по мнению основателя SpaceX, совсем скоро появится перевод от искусственного интеллекта в режиме реального времени. Практически всё в Адастра устроено необычно — от оценок, которые полностью отсутствуют, вместо них свои акции за конкретный результат или выполненный проект, до секретности, которая окружает процесс приёма в школу. На данный момент сайт школы закрыт для внешних пользователей, но в 2020 году там появлялась информация о поступлении. Ребёнку предлагалось заполнить анкету, в которой в том числе спрашивается, работает ли кто-то из его родителей в SpaceX, Tesla или Boring Company, в трёх компаниях Маска. Заявление от родителей можно было не подавать, зато обязательно нужно приложить пример проекта или плана, который показывает увлечённость, амбиции и оригинальность, а также рассуждение ребёнка на одну из предложенных тем. Все затронутые в них проблемы очень в духе Маска. В первом эссе под названием «Златовласка» рассказывается об 11 вымышленных планетах. Детям нужно выбрать из них три лучших и три худших варианта для основания человеческой колонии. Или, например, «Озеро» — это описание экологической катастрофы. Будущим ученикам предлагается определить, насколько виноваты в произошедшем представители шести сторон учёные, политики, избиратели, СМИ, загрязнитель и тёмная фигура, хозяин кукол, которого называют богатым человеком, который боится, что новые правила могут повлиять на его бизнес-империю. По замыслу, это не просто школа для собственных детей, а экспериментальная площадка для новой модели образования. Маск видит её как лабораторию, где разрабатываются новые методы обучения, которые, возможно, будут использованы в будущем повсеместно. Но семья — это не только дети. Для самого богатого человека на планете это ещё и семейный траст — копилка с миллиардами. Семейный фонд основателя Тесла устроен особенным образом. Если зачастую многомиллиардным капиталом управляют сотни сотрудников, то состоянием Маска занимаются лишь двое — Джаред Бирчелл и адвокат Алекс Спиро. Большую часть вложений предприниматель совершает в собственные компании. Несмотря на связь со многими организациями Маска и даже на позицию SEO в нейротехнологической компании Neuralink, обязанности Бирчелла характерны именно для управляющего семейным фондом. «Тот же Neuralink он скорее возглавляет формально», — утверждают источники внутри компании. Редко посещает офис и не вовлечён в ежедневную работу. Зато выстраивает отношения миллиардера с крупными банками, которые одобряют ему гигантские кредиты. Именно они являются главным ключом к успеху предпринимателя, который предпочитает финансировать новые проекты заёмными средствами, а не деньгами, вырученными с продажи собственных акций. Говоря о Бирчелле, собеседники Bloomberg чаще всего называли его «милым». «Но иногда задачи, которые управляющий выполняет по поручению Маска, идут вразрез с его «милым образом», — пишет издание. Например, в 2018 году Бирчелл занимался поиском компромата на британского спелеолога Ансуорта, подавшего в суд на главу Тесла. История этого эпизода такова. В 2018 году детская футбольная команда из Таиланда, 12 ребят в возрасте от 11 до 16 лет, вместе с тренером отправились на экскурсию по пещерному комплексу. Они оказались заперты наводнением в пещере. Эту операцию потом в СМИ окрестили спасением века. Было два варианта — либо обучить ребят дайвингу и вывести их по одному, либо откачать воду из пещеры. Единственный выход из пещеры затоплен, а чтобы добраться хотя бы до базы спасателей, нужно проплыть под водой около двух километров. Мало того, что вода холодная и грязная, так ещё никто из ребят не умел плавать. Так что этот вариант оставили на самый крайний случай. Второй тоже оказался безумным — откачать всю воду из пещеры. Сделать это почти нереально, потому что с таким количеством воды вряд ли справились бы даже самые мощные насосы. Было решено ждать. Спасатели поставляли ребятам еду и воду, передавали записки от родителей и баллоны с кислородом. Предполагалось, что в таком режиме дети вполне могут прожить несколько месяцев, пока не уйдёт вода. Но тут появилась новая проблема — в пещере начал повышаться уровень углекислого газа, а дожди усилились. Через несколько дней Маск сообщил, что SpaceX придумала, как спасти школьников. Для этого в рекордные сроки сконструировали подводную лодку из корпуса ракеты Falcon и протестировали её в бассейне. Субмарину Маск привёз в Таиланд к затопленной пещере, но на месте спасатели решили лодку не эксплуатировать. Маск набросился с критикой в Твиттер, ставя под сомнение компетентность спасателей. После того, как один из них, тот самый Вернан Ансворт, назвал это предложение пиар-трюком, Маск назвал его педагай. Ансворт подал на Маска в суд за клевету, сравнив травлю, которую он получил от фанатов Маска, как пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Тем не менее, судья вынес решение в пользу Маска, который утверждал, что не обвинял Ансворта в реальной педофилии, а просто пытался оскорбить его. Но вернёмся к Бирчеллу. Он имеет отношение и к благотворительным инициативам Маска. Например, помог Маск Фаундейшн основать грант на 100 миллионов долларов для X-Price Carbon Removal. По результатам конкурса деньги должна получить научная команда, разработавшая технологию по улавливанию и хранению углекислого газа. Кроме того, при участии Бирчелла фонд спонсировал организацию Fearing Texas, которая борется с голодом в штате, и пожертвовал миллионы долларов на исследование коронавируса. Широта проблем и вопросов, которые стремится охватить Илон Маск, практически не имеет пределов. Из-за этого некоторые его партнёры, как, например, Рид Хоффман, основатель LinkedIn, замечают за ним комплекс мессии. Хоффман, который очень хорошо знает Илона Маска, говорит, что он похож на Людовика XIV, который однажды сказал «Государство — это я». Весь его подход к ИИ заключается в следующем. Искусственный интеллект можно спасти только в том случае, если я создам его. Хоффман считает, что поскольку человечество создает ИИ по своему образу и подобию, то принципы и приоритеты лидеров в этой области будут иметь значение. Мы хотим, чтобы этим занимались люди без комплекса мессии. Как раз с Хоффманом и Питером Тилем они начинали некоммерческий проект OpenAI. Маск покинул компанию в 2018-м, нарушив обязательства дальнейшего финансирования. По сути, он говорит «вы все кучи идиотов» и уходит, вспоминает Хоффман. «Уход был разрушительным. Это было очень трудно», — сказал глава OpenAI Альтман. «Мне пришлось многое переосмыслить и потратить кучу времени, чтобы убедиться, что у нас достаточно финансирования». При этом у технологического мессии довольно серьёзные проблемы с антидепрессантами. В 2018 году Таймс сообщал, что члены Совета директоров Тесла стали беспокоиться о применении маском рецептурного средства от бессонницы Ambien, которое может вызывать галлюцинации. Ранее Wall Street Journal сообщал, что он применяет кетамин, который приобрёл популярность как средство от депрессии, так и как психоактивное вещество для вечеринок. Маск уже курил травку в подкасте Джо Рогана, что стало причиной проверки безопасности SpaceX со стороны НАСА. Он отказался комментировать сообщения о кетамине, и в этом его можно понять, но опровергать их он тоже не стал. «Обездвиживание людей с помощью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина происходит слишком часто», — написал он в Twitter, имея в виду группу антидепрессантов третьего поколения. «Судя по тому, что я видел с друзьями, лучшим вариантом является кетамин, принимаемый время от времени». Коллеги предполагают, в последние годы Маск чаще стал употреблять вещества, и это вкупе с его изоляцией и всё более напряжёнными отношениями с прессой может усиливать его склонность к хаотичным и импульсивным высказываниям и решениям. При этом врачи исследующие кетамин отмечают, что он может способствовать непредсказуемому поведению. Маск интересен во всей красе своих бесконечных сложностей и противоречий, достаточно утомительных и неприятных как для него самого, так и для его окружения. Казалось бы, неплохо изобрести кнопку для управления импульсами Маска, она могла бы нейтрализовать его оскорбительные твиты, сдерживать необдуманные поступки и прерывать демонические извержения, которые не оставляют камня на камне. Но смог ли бы такой человек добиться того же, чего добился реальный Илон Маск? Сумел бы нормальный человек совершить все эти ненормальные вещи? Иногда великими новаторами становятся мальчики, которые могут быть безрассудными, вызывающими отвращение, утомительными и даже токсичными. Они также могут быть сумасшедшими. Достаточно сумасшедшими, чтобы думать, что они могут изменить мир. Благодарим за просмотр и если этот документальный фильм показался вам интересным, оцените его по справедливости. Ну а если у вас есть своё мнение в отношении Илона Маска, поделитесь им в комментариях. До встречи в следующих выпусках на нашем канале.